И опять же, опять же, Гонконг немножко, но впереди. 8, был 8-4, сейчас 8-5. Личины Колайчак у Гонконга это сыгранная пара, я еще раз повторюсь, серебряные призеры Олимпийских игр в Афинах. Хотя сейчас, конечно, Колайчак серьезно подсдал. Выглядит совсем не так здорово, как 4 года назад. И в личном рейтинге серьезно отступил, был на пост первой десятке, сейчас где-то в середине третьего десятка находится. А у корейцев, ну вот они все пробуют сочетание. Понятно, что Йон Ми Йонг обязательно в этих сочетаниях Йон Джа Йон. Обязательно присутствует, ну потому что, конечно же, пытаются ударной силой сделать Рич Амин и Оксана Юна. Может быть, немножечко и неравномерно распределяется нагрузка, но кому-то из лидеров приходится обязательно играть в бар. Ну очень хорошо сейчас выбрал направление. Личин 11-9, 11-6. То есть, уверенно, уверенно, Гонконг ведет матчи 2-0. Ну и, в принципе, понятно, что все будет решаться в таком случае заключительно. В матчах 2-х, там, ну, если Гонконг выиграет, то, наверное, в матче Чинг Юг и Йон Джа Йонга. Оксан Юн вчера очень содержательную игру в матче с китайцами продемонстрировали. Я думаю, что он-то в четвертом матче может вполне обыграть Колай Чака. Но вот тогда, вот насколько важна эта парная победа, да, тогда у Гонконга появляется огромный простор действий. И Колай Чак может рисковать, зная, что в последнем матче Чинг Юг будет играть. В общем, наверное, сейчас лучший по игре в одиночном разряде, хоть он и проиграл на старте. Нет, ну он как раз, ну да, он проиграл на старте Оксан Юну. Но это еще раз подтверждает, насколько хорош сейчас Оксан Юн. Я думаю, что и в личном турнире этот кореец может выступить успешнее, нежели его товарищи по команде. Даже несмотря на то, что там по сетке достаточно рано, в четвертом, или в одной восьмой, или в четвертьфинале ему кто-то из китайцев попадает. Ну, кто знает, как все сложится. Ну, вот не остро ответил сейчас Йон Джа Юнг. Ответил в центр стола и подставил, как бы, своего партнера. И видно, и чувствуется, что вот просто Йон Джа Юнг, ну, ему, может быть, уверенности не хватает. Такое ощущение, что где-то не в своей тарелке, чем себя чувствует здесь. Ну, вот опять сыграл он туда, где находился Личин. И не раз мы уже видели ему по матчу Рю Сян Мина с Личином, что он очень здорово умеет играть по линии. Ну, вот Рю решил не дожидаться, что там Йон Джа Юнг сможет сделать. Сам атакует. Атакует очень, опять же, верно тактически. В разрез между соперниками. Так, чтобы они немножечко даже, может быть, мешали друг другу. Ну, лучше видят стол, лучше понимают игру Личин и Колайчак. Четче налажено взаимодействие. Корейцы мечутся, корейцы бьются, но... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Падает Личин, но надеюсь, что не получил никакой травмы. Да, по-моему, встал тут и пошел. Просто от обиды долго не поднимался. Конечно, такой сумасшедший розыгрыш проиграть обидно. 5-6. Нападать Йон Джа Инга. Сравнивают корейцы счет. Молодец. Вот сейчас здорово сыграл. Вроде бы казалось, ему скинули мяч практически в корпус. И времени на реакцию у него было немного. Тем не менее, сумел сделать полшага назад. Ну а тут... С тем что, когда я проиграл...